всем всем огромный привет давно у меня поступил запрос чтобы я показала свою декоративную косметику в первую очередь помады во вторую тени также девочки просят чтобы я в этот месяц и сняла и косметичку месяца но косметичку я не могу собрать пока не покажу помады с тенями ведь если я отберу отсюда что-то то потом придется обратно возвращать и уже никакой косметички месяца не получится давайте я покажу помады не пугайтесь что их так много вот эти помады это все что есть у меня тут и помады и блески и все 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 что ношу и не ношу многое что после того как мы с вами посмотрим я отложу либо подарю либо выкину а вот этот контейнер это я говорила не один раз что я живу вместе с мамой это ее уже помады я подумала что если покажу все вместе что-то отсюда что-то отсюда вам будет интересней потому что у нас не вкусы разные я люблю посветлее на потемней и таким образом мы охватим больше цветовую палитру ролик сразу предупрежу будет не очень информативный потому что некоторые помады например от и вы над faberlic вышли из каталога но цель не выбрать какую-то помаду может быть не прорекламировать а цель показать то что есть но по крайней мере запрос был на это давайте начнем с самого актуального сейван потому что это самое запрашиваемое ну а вы его как мы знаем вот эта серия люкс считается самой лучшей буду вот так показывать свочи читать с моим английским бесполезно и хочу извиниться за освещение ловить дневное освещение бесполезно солнце сейчас нет буду показывать при электрическом к сожалению так поэтому вот такой красивый оттенок он и розовый и в то же время чуть-чуть уходит в такой красноватый ну прямо скорее сочно розовый но цвет передает правильное наверное я чтобы было интересно буду оставлять помады открытыми давайте я вот так вот это отодвину чтобы было больше видно следующий оттенок так попробую вот так ну вот эти вот блестящие сложно показать сводчи не сводчи а название все блестит и отсвечивает поэтому вот он такой светлый это не совсем не давая мне кажется он скорее какой-то вот надо нет скорее нет вот такой светленький он мне немножечко выбеливает губы хотя у меня пигмент губ и так светлый следующее от люкс давайте вот уже у мамы возьмем что-то я у себя не вижу но у меня должна быть еще в любом случае так отсюда начну вот такое название каких-то может быть уже нет в каталоге сейчас фокусируется знаете очень интересные вот эти вот помада люксовские они прямо как маслом мажешь и близк красивые дают и на губах они хорошо себя ведут может быть не всем нравится я не знаю но вот интересные они так я еще одно у себя нашла вижу выглядывает так вот сейчас я вам буду к вверх ногами вот тогда шелковая роза вроде бы она переводится вот такая она уже достаточно яркая для меня такой оттенок красивый так еще есть вот здесь одна наверно последняя таким названием кидаюсь без пецэффектов я не могу такой цвет вишневый какой-то ягодный даже не вишневая она уже такая более сочная мне кажется ее вывели из каталогов я могу ошибаться но она отличается вот от остальных она более плотная давайте вот две штуки вижу тоже от люкс это уже такая сверкающая серия у меня их как я сказала две попробуем увидеть название так сейчас я опять буду к вверх ногами сначала вот так с фаберликом проще там можно не показывать цвет номер потому что я нас на слух можно поверить на слово да тут сложно вот такая она красивая тут уже блестки блесток тут немало она вся блестит на губах переливается если хочется выделить губы то вот это тот оттенок подойдет я эти буду закрывать потому что они падают и и вторая так сейчас попробую буду крутить то что я все равно не вижу я и так и вся пытаюсь это не видно мне вот такой цвет это более полупрозрачная такая но тоже очень-очень много в ней блесток первое ярче это посветлее от иван еще у меня есть вот этот оттенок одна из последних это помад в четырех разных цветовых в цветовых разных футлярах она у меня кстати так вот надломилась я ее обратно поставила и так особо не выкручивая пользуюсь вот такая красивая я ее люблю эту я помаду люблю ее некоторые любят кто-то ее ругает мне она нравится наслаивать ее не стоит потому что она может потечь как девочки говорят я не наслаиваю мне вот этого цвета достаточно смотрится красиво натурально и часто меня в роликах спрашивают что за помада на губах когда у меня именно она на губах так чтоб не путаться вижу блески от иван давайте я их и покажу вот от люкс есть такой блеск сейчас попробуем увидеть название тут блесточки их немало этот блеск мне напоминает вот эти вот помады вот блестящие которые тоже одни блестки много и еще два блеска мне кажется они из одной серии это какие-то ультра сияющие сильно сверкающие надо вот это вот серия один я люблю он у меня давно мерцающий как-то так называется искрящийся прямо вот этот я очень люблю но видно что я им пользуюсь по губам его легче распределить чем по руке блестки разноцветные даже есть видите с голубым таким отливом его я люблю его можно по цвету даже в каталоге найти но сейчас я попробую вот так вот вот такой оттенок и второй сейчас покажу уже уже вот такой оттенок оказался он мне ну такой ягодный он яркий мне он оказался слишком ярким вот так он прям красный этот я носить к сожалению не могу я бледнокожая бледнолицая и для меня это слишком ярко и как-то вот смотрится некрасиво кому-то очень идут яркие помады у меня к сожалению все что светленькое мое дальше думаю с чего начать если от иван так быстро ты не найдешь да ну давайте вот я у мамы вот эти вот я знаю что прозрачные колпачки вот эти ультра до помада кажется идет давайте мы начнем с нее цвет вот так эти помады любят очень многие потому что она хорошо себя ведет на губах легко наносится и какая-то ну в общем она полностью беспроблемная в ней уже нет такого глянца цвет она дает хорошо я не знаю все ли они идут одинаковые потому что бывает одна помада в серии глянцевая вторая чуть ли не матовая третья блестящая вот такое название у второй помады это уже посложнее дает цвет но по текстуре похоже на первую вот такая и третья помада так не такая же она мне кажется это же название вроде бы давайте так не посмотрел я но мне кажется как название похоже ну ладно вот у мамы часто такое бывает что встречаются одинаковые цвета у меня где-то тоже было похожее так сейчас я откопаю так вот она оттенок у моей вот такой и цвет уже более спокойный я эту люблю помаду она такая натуральные губы делает аккуратно смотрится когда яркие глаза то эта помада очень хорошо на губках смотрится а вот эта помада была лимитированная вот с таким кристалликом она достаточно яркая я ее люблю зимой так она называется не знаю можно ли ее в распродаже где-нибудь встретить но вот этот цвет мне очень идет удивительно но идет и зимой она у меня в фаворитах вот такая вот она интересная давайте я сотру девчонки а то что то у меня рука кончилась я так до локтя докрашу так и продолжим от иван еще я вижу у себя вот такую помаду и вот такую давайте их посмотрим это помада тоже лимитированная но лимитированный только футляр цвет такой продается так сейчас я вот так она называется по-моему в помаде леди помада леди этот цвет есть она недорогая и вон идет немножко подсушивает она губы она так немножко суховато но красиво ведет себя на губах я люблю вот этот эффект чуть-чуть подсушеных губ ну понятное дело что не высушенных но вот мне почему-то это нравится это помада карандаш она по-моему была какая-то там стойкая вот такое у нее название очень хотелось мне такую попробовать я ее тоже купила ну конечно не ношу ну раза два я ее красила носила цвет не мой оказался поэтому больше лежит дальше от эйвен что у нас есть так уже сложнее в эйвен была вот такая серия вот с такими красивыми колпачками я вам сейчас покажу пару помад вот у меня две и в той косметичке получается две и так что вот помаду они вывели а в другой серии она же и появилась поэтому я люблю все равно смотреть свотчи бывает даже с таким же названием в другой серии эта помада является очень жаль что они ее вывели у нее даже название по-моему было такое красивое совершенство помады помады были замечательные вот она у меня прямо отлично идет с огромным удовольствием я ей пользуюсь вторая помада которую я вам покажу имеет вот такое название она потемнее чуть-чуть хотя нюдовая но такой нюд то темноватый немножко в коричневый уходящий такой интересный цвет ну и давайте здесь тоже посмотрим такая же да я тогда такая же я ее не буду вам показывать оставим вот здесь повторяю повторилась и такое название такая ягодная тоже мама больше любит такие вот яркие ложится она хорошо бывает так что на руках как будто полосит кажется но тут по косточке когда наносишь очень сложно дальше от эйвен у мамы есть еще вот такая но это уже совсем давно вышла из каталога я нам даже цвет не буду показывать она тоже красивая такая была интересная сам дизайн даже стика красивый и вот такой цвет но хотя знаете бывает что как я и сказала в других сериях может оказаться что-то похожее это я не знаю эйвен эйвен вот такая есть помада тоже от эйвен с таким названием вот такие бочонки были они их мне кажется по моему вывели а потом заменили тоже достаточно винный цвет такой яркий вот такой прям совсем сочный вот такой прям совсем сочный а была до нее вот это но в леди мне кажется даже оставили название у многих помад запечатана полностью тоже она немножечко подсушила она похожа вот на этот оттенок который я показывала в лимитированной версии давайте я вот здесь покажу вот видите они заменили вот они наверху по моему оба заменить заменили а цвет идентичный вот такой дальше это уже фаберлик вижу от эйвен вот эта помада мне очень нравится она у меня одна или вот это совершенство а вот это не помню как называется ну ладно не важно в общем в таких вот прозрачных с красным тюбиком помадах вот такое имеет название она у меня одна такая достаточно темненькая деликатный сиреневый кажется так она в каталоге называлась и имеет вот такой сочный цвет для меня это тоже цвет осени зимы в этот период я ее люблю носить так от эйвен я вижу вот еще блеск это из color trend я не знаю есть ли сейчас такие блески но на всякий случай покажу название так называется мне он нравится этот блеск я люблю он у меня даже потихонечку заканчивается вот он такой он немножко сиреневый дает дает оттенок такой приятный цвет когда черненькие глазки почерней то такой цвет губ очень красиво смотрится не знаю наверное сейвом все а вот еще вижу да это тоже из помада леди шик пинг не такая же нет не такая же вот такой оттенок вот она мягче вот эти два по суше были а вот это помягче ложится так кто-нибудь видит еще такую вижу а вот даже две вижу еще и вот такая видите у мамы еще что-то нашли давайте вот эту посмотрим сначала надеюсь не одинаковые а по-моему одинаковые да да такая же не будем смотреть и вот пузатик такой бочонок они с желтым с желтой окантовочкой идут вот такая интересная вообще я люблю смотреть помады даже которые не могу себе позволить если девчонки показывали то что я не могу купить все равно я люблю смотреть свотчи и получаю огромное удовольствие поэтому думаю что и этот ролик все равно принесет кому-то радость давайте посмотрим вот этот оттенок еще вот такой сиреневый красивый такие цвета были очень модно в 90-х годах сиреневые и вы знаете они шли главное это суховато я вот насколько помню вот эти помады их ругали их называли пластилиновыми что они плохо ложатся вот больше как пластилин их обзывали и не из-за этого ли из каталога они ушли но Эйвен их вывел так что у нас тут из Эйвен тут Эйвен я больше не вижу а у меня если и найдем то наверное позднее вот еще нашла если кто-то скажет что надо было подготовиться да наверное надо было подготовиться но мне хотелось вот так вот кучкой их подержать тоже вот давайте вот эту вот от Леди еще одну посмотрим такое название надеюсь это не одно и то же давайте так вверху вместе с теми и нарисую потому что вдруг оно окажется идентичным видите цвета очень похожи вот три верхних это практически вот все вот это Леди может быть это но нет они разные да разные ни одно и то же и вот такая еще тоже бочонок вот этот это мне прислали в подарок Юленька она уже такая как бы нюдовая вот такой цвет светлая под яркие глазки такая вот светлая красивая так куда мне поставить давайте вот сюда я ее ну что время опять стирать давайте я сотру и перейдем к Фаберлик я наверное сейчас тут все это дело уберу разложу Фаберлик и возможно сниму уже как бы вторую часть ну и заодно наведу порядок в этих косметичках наших помадных чтобы мне уже не грохотать не искать а сразу показывать так что встретимся наверное уже с вами во второй части надеюсь в первой было со мной интересно так что